МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Арктике появятся опорные зоны развития. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в Мурманске в ходе выездного заседания Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Новый подход к развитию заложен в новую редакцию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России». В арктических регионах будут созданы 8 опорных зон развития, по одной в каждом регионе. Создание опорных зон предусмотрено территориальным принципом развития Арктики, который предложено использовать вместо отраслевого, как планировалось ранее. Приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы, налоговые, таможенные и многие другие. Работа по созданию опорных зон будет вестись в три этапа. Первый предусматривает разработку концепции этих зон. На втором будут запущены пилотные проекты опорных зон, пройдет их наполнение научными и технологическими решениями. На третьем этапе, рассчитанном до 2025 года, опорные зоны начнут полноценную работу. Рассмотрение новой госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России» будет обсуждаться отдельным вопросом на заседании правительства в конце апреля. Об этом сообщил руководитель Госкомиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, которые Министерству экономического развития необходимо до конца марта не только завершить разработку программы, но и согласование данного документа со всеми заинтересованными ведомствами. Сумма финансирования всех мероприятий госпрограммы на период до 2020 года составит более 260 миллиардов рублей. Кольский полуостров признан территорией наиболее загрязненной диоксинами, кадмием и ртутью. Такие данные получены в рамках государственного мониторинга Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. Центром проведены исследования печени и почек северного оленя из трех регионов Ненецкого и Ямалоненецкого округов и Мурманской области. По результатам исследования стало понятно, что в печени оленей, которые пасутся на Кольском, содержание диоксинов превышает допустимые уровни в 6-7 раз, а кадмия и ртути в субпродуктах в 4-5 и 2-3 раза соответственно. Загрязнение имеет тенденцию к снижению по мере продвижения на восток от Мурманской области, достигая минимальных значений на территории Таймырского автономного округа. Почти 100% образцов печени и северных оленей из Мурманской области, Ненецкого округа и Ямала содержали превышающие допустимые уровни концентрации диоксинов, кадмия и ртути. В ряде образцов было также обнаружено превышение свинца. Аналогично почти 100% образцов почек из указанных регионов имели превышение по кадмию и ртути. Основными локальными источниками загрязнения диоксинами и токсичными элементами в регионах Крайнего Севера являются предприятия горнодобывающей промышленности. Однако наиболее значительная часть загрязнителей попадает из других регионов, как России, так и мира, за счет активного трансграничного атмосферного и гидросферного переноса. Регулярное и длительное употребление пищи с высокими концентрациями этих веществ неминуемо приводит к тяжелым последствиям для здоровья, развитию онкологических заболеваний, поражениям нервной, репродуктивной и эндокринной систем печени и почек, отмечают в Россельхознадзоре. Руслан Волосков, отвечая на вопрос главы региона о ситуации с трудоустройством. Сегодня в центре занятости зарегистрировано 322 вакансии. По словам руководителя организации, за минувшую неделю произошло увеличение количества вакансий, которые были предоставлены работодателями Наринмара. Мы выяснили такую ситуацию, что некоторые работодатели вакансии придерживают, поэтому, пользуясь ситуацией, обращаюсь к руководителям учреждений. Сегодня ситуация очень тяжелая, все вакансии должны быть представлены по службе занятости населения. По состоянию на 9 марта компании-недропользователи предоставили в центре занятости 89 вакансий по 44 профессиям. На свободные рабочие места пока никто не трудоустроен. Ищут работу жители региона и через Департамент природных ресурсов, экологии и АПК. В пятницу поступило письмо с просьбой оказать помощь в обостройстве 33 сотрудников, которые были сокращены в следы с тяжелым условием. Вчера были направлены во все компании-недропользователи письма с предложением оказать содействие. Глава региона Игорь Кошин поручил организовать межведомственную рабочую группу по вопросам трудоустройства местных жителей, подготовкой и переподготовкой специалистов в соответствии с теми специальностями, которые сегодня востребованы в регионе. В состав группы войдут специалисты Департаментов образования, труда и социальной защиты и представители центра занятости. Номинальная среднемесячная заработная плата в регионе в 2015 году выросла на 8,4% и составила 70 984 рубля. Между тем, реальная средняя зарплата, очищенная от инфляции, снизилась в прошлом году на 4,5%. Такие данные приводят на сайте территориального органа Росстата по Неницкому округу. Так откуда берутся такие нескромные суммы, из чего складывается средняя заработная плата, на что она влияет, а главное, как к такому высокому показателю относятся местные жители, расскажем в следующем материале. Федор Чупров работает в Доме культуры деревни Лабожская. Таких сумм, как средняя заработная плата по региону, в глаза не видел. Зарплата молодого человека в три с половиной раза меньше. У меня зарплата 16-20 тысяч максимум. А как вы считаете, откуда берутся такие суммы? Я даже узнать не могу. Другие прохожие, которые попали в поле зрения нашей видеокамеры, высказали свои предположения о том, откуда берутся средние по региону 70 тысяч рублей. Как вы считаете, получают у нас столько, зарабатывают в регионах? Конечно нет. А как вы считаете, сколько реально цифра, какая средняя заработная плата? Средняя 30. А вот как вы считаете, откуда берется тогда 70 тысяч рублей? Как складывается? Наверное, депутатов. Я думаю, зарплата средняя 1040 на население простого, я имею в виду. А вот за счет чего тогда? За счет руководителей. Считаете, много у нас руководителей, чиновников? Много. Достаточно. С такими зарплатами статистика показывает. Недоумения жителей Наринмара вполне обоснованные. Зарплаты большинства явно не дотягивают до средней по региону. По мнению горожан, статистику завышают чиновники и нефтяники – самые высокооплачиваемые сферы занятости. Кстати, вопреки бытующему мнению, самую большую среднюю заработную плату, согласно статистике, получают отнюдь не в нефтяной сфере. Чуть больше 135 тысяч рублей зарабатывают в рыболовной отрасли. Более 95 тысяч – на госслужбе, в нефтянке и геологоразведке. Далее в порядке убывания идет сфера здравоохранения и предоставления социальных услуг со средним заработком в 63 тысячи рублей. В сфере культуры и спорта – 58 тысяч, в образовании чуть меньше 56. В сельском хозяйстве, отрасли, которые в регионе уделяют все больше внимания, средняя заработная плата чуть превышает 30 тысяч рублей. Так откуда же берутся такие суммы, как находится средняя заработная плата? Да, ответ прост. Среднюю заработную плату по отраслям и по региону работники статистики находят путем несложного математического действия. Берется по дням работы, не списочная численность. Это ваш каждый бухгалтер отчет составляет. Далее берется фонд отчисленной заработной платы. Эти данные представляются в органы статистики. Органы статистики формируют эти отчеты по отраслям и в целом по округу. В данном отчете указывается численность работающих, фонд от труда и, соответственно, средняя заработная плата по делению фонда на численность. Напомню, среднемесячная заработная плата в Ненинском округе в 2015 году по полному кругу организаций составила 70 тысяч 984 рубля. Так для чего же нужен этот показатель, если он не отражает реальные ситуации по заработной плате в регионе? Это цифра, которой мы стремимся для оценки обеспечения бюджетных организаций заработной платой. То есть средняя заработная плата у нас в соответствии с указами президента 12 мая – это тот рубеж, который мы пытаемся достигнуть для обеспечения оплаты труда в бюджетной сфере. Согласно указам президента, зарплаты бюджетников в регионах должны быть соизмеримы со средним заработком в каждом отдельно взятом субъекте. В соответствии с дорожными и отраслевыми картами среднюю заработную плату сегодня должны получать педагоги, работники культуры, медицинский персонал, социальные работники. Заработок врачей, согласно указам, к 2018 году должен соответствовать двойной средней зарплате по региону. По словам Нины Альсимяшкиной, средняя заработная плата, а также как и доходы населения, характеризуют уровень жизни, который необходимо повышать. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В государственных унитарных предприятиях Нинецкого округа установлен единый подход к оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий. Единый подход устанавливает четкую взаимосвязь доходов менеджеров окружных предприятий от результатов финансово-хозяйственной деятельности вверенной им организации. Документом определено, что зарплата руководителя будет складываться из базового оклада и повышающего коэффициента сложности управления предприятием. Тот, в свою очередь, напрямую зависит от количества обособленных подразделений предприятия, численности работников, потребностей населения в оказываемых предприятиям услугах. Суть состоит в том, что на сегодняшний день система оплаты труда настолько разнится в предприятиях, что даже механизм установления этой оплаты на сегодняшний день не всем понятен. Мы же в своем акте постарались сделать максимально прозрачный механизм, максимально зависимый от показателей эффективности деятельности предприятия и, соответственно, мотивации руководителей для успешной работы своего предприятия. Значит, базовый оклад мы установили для расчета оплаты труда руководителей в размере 31 680 рублей. Это единый для всех оклад руководителей предприятий. По мнению разработчиков документа, изменение подхода по оплате труда с определением четких критериев будет мотивировать руководителей к безубыточной и результативной деятельности предприятий. Принятие документа стало следствием продолжающейся в Ненецком округе реформы системы оплаты труда с учетом принципов эффективного контракта. Ранее внесены соответствующие поправки в окружной закон об оплате труда работников государственных учреждений региона. Глава региона Игорь Кошин отметил, что аналогичные меры по внедрению единого подхода к оплате труда руководителей необходимо разработать и в отношении окружных акционерных обществ. Кроме того, глава региона поручил отрегулировать вопрос по количеству заместителей руководителей предприятий как на региональном, так и на муниципальном уровне. В регионе продолжается прием документов на перерегистрацию получателей ежемесячного пособия на ребенка. Претендовать на выплату так называемых детских могут семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Особую активность в отделении социальной защиты призывают проявить жителей населенных пунктов округа. Об этом рассказала руководитель профильного департамента Нина Льсимяшкина на расширенной планерке, обращаясь к главам муниципальных образований. Большая просьба содействовать в том, чтобы граждане, тех, кто нуждается, написали заявление о перерегистрации на детское пособие через МФЦ в ваших поселках. Перерегистрация у нас заканчивается 1 апреля, поэтому большая просьба довести до граждан информацию, в случае есть МФЦ, в селах округа, они могут подать все необходимые документы. Если у кого-то какие-то вопросы есть, можно обращаться в отделение социальной защитной среды. Заявление о подтверждении права на получение ежемесячного пособия можно подать в произвольной форме с приложением справки о составе семьи и сведения о размере всех полученных членами семьи доходов за три календарных месяца предшествующих месяцу подачи заявления о выплате ежемесячного пособия. А для ребенка старше 16 лет – справку об обучении в образовательной организации. По всем вопросам можно обратиться по телефону отдела назначения выплат семьям, имеющим детей – 42043 или 42046. Напомню, пройти перерегистрацию необходимо до 1 апреля. Если сделать это позже, выплату пособия приостановят и возобновят с последующего после подачи документов месяца. Фонд поддержки предпринимательства готовится к старту новых возможностей для малого и среднего бизнеса. На следующей неделе фонд начнет выдавать микрозаймы и предоставлять гарантии. На поддержку социально ориентированных в Нинецком округе объявлен конкурс грантов для некоммерческих организаций. Новые возможности открылись для бизнесменов Нинецкого округа. Фонд поддержки предпринимательства будет выдавать микрозаймы, а также предоставлять финансовые гарантии банкам при оформлении кредитов. С переходом полномочий по содействию развитию предпринимательства с муниципального на региональный уровень, окружные власти впервые смогут предоставлять такие виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. О микрозаймах и новых возможностях расскажет Любовь Пермякова. Один из видов бизнес-поддержки микрозайм будет предоставляться 16 марта этого года. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, сейчас у фонда есть все полномочия для осуществления данных функций. Мы очень длительное время проходили лицензирование, получили лицензию на осуществление банковской операции, поэтому на выдачу этих микрозаймов и сейчас уже технически полностью готова. Инфраструктура для этого создана. Микрозайм будет предоставлять фонд поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ненецкого округа и не имеющих задолженности по налогам и другим обязательствам. Микрозайм – это такой же кредит, но процедура получения этого кредита, сроки рассмотрения этого кредита и процентные ставки – они довольно-таки очень мобильные и легкие. Вот, например, ставки у нас будут по продуктам от 6% годовых до 10%. 10% – это на продукт на доверие. Это для тех предпринимателей, которые у нас уже наработают кредитную историю и могут взять без поручительства, без залога микрозайм до 200 тысяч на год. А так, сроки предоставления микрозаймов у нас от 3 месяцев до 2 лет. Минимальная сумма по любому виду продуктов – это 100 тысяч, максимальная – миллион рублей. Кроме микрозайма на доверие, комитетам инвестиций, фондам развития предпринимательства и департаментам финансов разработаны несколько видов программ, для которых действуют разные условия выдачи. Так, по программе «Старт» срок предоставления микрозайма составит от 3 до 24 месяцев, включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика. Такие же сроки установлены для программ «Старт» и «Фермер», а для микрозаймов «Бизнес, Инвест» и «Новотех» сроки составят до 36 месяцев. Если микрозайм будет предоставлять непосредственно сам фонд, то в другом виде поддержки гарантии при заключении кредитных договоров, фонд выступит поручителем перед банками, в которых предприниматель берет кредит. Гарантия – это, например, вы, предприниматель, хотите получить кредит в банке, у вас нет залога. Это, как правило, беда наших предпринимателей, когда нечем обеспечить кредит, и банк не дает, как правило, кредит. Поэтому в качестве залога на половину кредита выступает поручителем наш фонд. Такие поручительства заменяет часть залогового обеспечения и является дополнительным преимуществом при получении займа. Это своеобразная гарантия того, что если заемщик не сможет платить по обязательствам, их возьмет на себя гарантийный фонд. Для каждого вида программы предусмотрен свой пакет документов, с которыми можно ознакомиться на сайте фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий немецкого округа – фонд83.ру. В Нинецком округе объявлен конкурс социальных проектов среди НКО. Всего на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в окружном бюджете на 2016 год предусмотрено порядка 10 миллионов рублей. Решение о предоставлении грантов и субсидий будет принимать специально созданная комиссия, учитывая критерии значимости и актуальности проекта, его экономической эффективности и профессиональной компетенции участника. Конкурс грантов проводится в рамках года народного единства, объявленного в Нинецком автономном округе, в связи с чем особое внимание будет уделено проектам поддержки старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гражданской и творческой активности молодежи, развития физической культуры и пропаганды здорового образа жизни, а также инициативам по профилактике социального сиротства в регионе. Заявки на право получения грантов и субсидий будут приниматься в Департаменте региональной политики с 20 марта по 9 апреля. Столица региона сегодня отмечают 81-й день рождения. Каким он был в 50-х, 60-х годах прошлого столетия, в воспоминаниях расскажут герои нашего сюжета. Ровно 81 год назад на карте Советского Союза появился новый город Наринмар. 10 марта 1935 года рабочий поселок получил статус города. Он стал первым за полярным кругом. В то время он ничем не напоминал столицу целого субъекта – деревянные мостовые, бараки, бездорожье. Сейчас это современные красивые здания, развитая инфраструктура. По историческим меркам город считается молодым, но он по-своему уникален. Каким был Наринмар в начале своей истории, можно судить только по кадрам кинохроники или старым фотографиям. Тогда он мало чем напоминал сегодняшнюю столицу Заполярья. Мало на центр региона город был похож ещё в 50-е. Многих зданий и улиц ещё не было. Не было и мостов, связывающих лесозавод и Качгард с центром Наринмара. Жила на лесозаводе. Что интересно, автобусов не было. Ходили мы пионерами сюда пешком всегда по песочку. Переезжали на лодочке, там на курьезаводской лодка у нас перевозила людей. Мостов не было. И что интересно, вот мы дойдём, перейдём речь там к курью. Здесь ботиночки с ним на плечо и пошли с горными, с барабанами. А вот детство Владимира Орлова прошло в 60-х годах. Мосты, связывающие микрорайоны города, уже появились. Но деревянные. И их часто подтапливало. А мальчишкам последствия стихии были только на руку. Когда город очень низкий был, деревянные мосты были, они очень низкие. И весной их заливало. Поэтому очень много переправ было. Даже переправы было между Качгардом и Сахалином. Вот мы, пацаны, на лодках переправляли тоже людей за три копейки. Но такого заработка у Владимира могло бы и не быть. Ведь если бы генеральный план, принятый во второй половине 30-х годов, удалось реализовать. Тогда архитекторы с особым энтузиазмом подошли к созданию плана первого за полярным кругом города. В перспективе Наринмар должен был стать образцовым провинциальным городком. С широкими улицами, парками, набережной, спортивными объектами. Архитектура Советской России в 20-е и 30-е годы переживала период романтизма. Еще его называют иногда сталинским модерном. И вот эти тенденции новой советской архитектуры предполагалось отразить в генеральном плане строительство Наринмара. То есть архитектором Наринмар виделся как маленькая Москва. Генеральный план 36-38-го годов был разработан Ленинградским областным проектным трестом. Но почти ничему из этого не суждено было сбыться. Единственное, что совпадает на плане и в современности, это расположение Дворца культуры, администрации и главной площади города. А вот на месте, где сейчас стоят многоэтажки, предполагались занятия парусным спортом. Набережная. Вот она. Для прогулок, для свободного времяпрепровождения жителей города Наринмара. Вокруг водоема, который предполагалось создать на месте бывших болот. План был рассчитан до 52-го года. И хоть история не терпит сослагательного наклонения, но кто знает, может, если бы не тяжелые военные и послевоенные годы, то наш Наринмар стал бы городом мечты архитекторов 30-х годов. Алена Валеева, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова